Всем привет, с вами Максим. В этом видео я покажу вам один из вариантов билдов против босса компании, первого босса, воина. Этот билд мне подсказал подписчик под ником Ербол, и давайте немного его разберем. Суть билда состоит в том, что впереди, в передней линии, будут стоять два суицидных героя, которые должны сразу же умереть. И дальше команда будет состоять, в принципе, из четырех героев, которые находятся в задней линии. Три героя поддержки и один дамагер вулкан. Я не видел в сети закрытие первого босса через героя без Атира. Есть закрытие через Аспина с Атиром, а также через Вулкана. У меня Вулкан, поэтому будем разбирать его. Если у вас есть какая-то информация, как проходить босса первой кампании без Атира, напишите, пожалуйста, либо в комментариях, либо мне в личку. Сделаем, конечно, разбор видео, будет вам большая благодарность. Итак, первый герой это Халора. От нее требуется прокачанная последняя пассивка, которая даст нам 24% увеличения всего наносимого урона. Этот баф будет висеть на наших героях, на нашем дамагере, и он будет срабатывать сразу же в бою. Халора умрет, и баф будет все равно висеть. Остальные сублимации, в принципе, не играют никакой роли. Халора должна просто умереть, поэтому ставим ей в конце вампиризм, сбалансированный удар. Дальше. Вторым героем стоит суицидник Веса только для своей пассивки. Когда у Веса здоровья опустится меньше 50%, у него сработает пассивка, увеличит всем точность на 30%, а также атаку на 15% на 6 раундов. Здесь также просто колокол и вампиризм, сбалансированный удар, никакого выживаемости. Если у вас есть отпечатки, если есть возможность, конечно, желательно прокачать ей в 3, чтобы здесь была точность 40%, атака на 20% поднялась. Это неплохой буст, чуть больше, что тут добавится, 10% точности, это лишним не будет, и атака на 5% увеличится, тоже все в плюс идет. Дальше. Остальные 4 героя, которые будут жить. Первым уходит Айламак. Он в доме, у него самая высокая скорость сублимации 1-2-4-4. В принципе, базовая атака не играет никакой роли. Ульта не помешает прокачать ее, потому что он будет красть атаку не на 2 раунда, а на 3 раунда. Дебаф атаки, в принципе, позволит нам чуть больше выживать. Пассивка на щиты обязательно до конца прокачать. И последняя пассивка, ну, желательно тоже, конечно, прокачать, она тоже помогает. С короной можно вместо короны, по идее, поставить веер. Смотрите по вашей выживаемости. Здесь скорость атака, для того, чтобы еще больше атаки было и больше щитов. Ну, и скорость, потому что он будет обгонять. Таланты такие. Второй герой, кто будет ходить, это Рея. У нее прокачана последняя пассивка нужна. Ну, и предпоследняя тоже желательно, чтобы выживаемость героев поднялась. С короной, либо с веером. Смотрите по выживаемости. Камушек скорость здоровья, можно, конечно, скорость атаку, как вам угодно, чтобы она, в принципе, постарайтесь, чтобы ходила второй. Следующий герой, который у меня ходит, это Наталия. Она будет ходить, у меня третий. Построил скорость так, чтобы она обгоняла вулкана. Активный навык прокачан, потому что здесь даются бонусы. 16% атаки с ульты, увеличение всего наносимого урона 20%, снижение получаемого урона на 16%, крит урона на 20%. Наталия будет ходить перед вулканом, будет давать этот баф для него. Последняя сублимация, она дополнительно восстанавливает здоровье вулкану, но это не особо критично. Базовая атака, в принципе, она, конечно, будет произведить иногда базовую атаку, но здесь не особо критично. Ее прокачивать. Но дебафы, в принципе, не помешают. Хотя вот на последней сублимации она будет иметь 50% шанс базовой атаки снять один случайный дебаф атрибута с вулкана. Дебафы, снятые с нашего дамагера, лишними не будут. Вторая пассивка тоже на максимум прокачана. Здесь, когда здоровье у вулкана просядет, она отхилит его и немного усилит. Восстановить здоровье, получит вулкан снижение получаемого урона, а также отхил. В принципе, не критично, но так как вулкан у нас без щита, пассивка не помешает. Ну и последняя пассивка накладывает дебафы на всех врагов. Снижается атака, тоже не помешает. Артефакт Натали, корона, можно попробовать также с веером. Камень на скорость, здоровье. Если есть скорость атака, лишним не будет. Увеличьте атаку для вулкана. Ну и отпечатки, соответственно. У Айломака, Фрей и Натали снижение получаемого урона. Точность и блок стоит. И вулкан. Вулкан у меня 18 миллионов в данном билде. Душа вулкана, урон навыка 160%, гигантский убийца и бросивший вызов. Ботинки убираем, ставим обычные 6-звездочные ботинки. Для того, чтобы блок прокал и для того, чтобы он имел наименьшую скорость. Артефакт Вер, камушек 45% святого урона, 140% урона навыка. Ставим отпечатки, все красные, а также очищение от дебафов. И в отпечатках пустоты. Снижение получаемого урона 35%. Крит урон 60% и точность 60%. Блок ему не надо. В принципе, у него блока родного 72. Маловато, но ничего, вулкан добавит блока. По скорости получается Айламак, Фрея, Натали и потом вулкан. Скорости у вулкана 2216, у Натали 2038. Разница в 22 единицы скорости. Это необходимо для того, чтобы активное ядро Фреи, которое у меня здесь второго уровня, но за счет того, что это ядро будет активно в бою, у вулкана также имеется 3-звездочное ядро, оно будет добавлять плюс 1 уровень. То есть, по факту, у нас будет ядро Фреи 3-звездочное. А 3-звездочное ядро, смотрим в ядрах, 3-звездочное ядро будет добавлять разницу в 20 скорости. То есть, я настроил так, что Натали, в принципе, со всеми ускорениями будет на 2 единицы скорости иметь больше, чем вулкан. Это еще можно было компенсировать душой. Вот здесь вот душа усиливается у меня, 167 усиления плюс 10 скорости добавляется, а у вулкана 99. То есть, отсюда забрал немного усиления души и перелил в Натали для того, чтобы поиграться со скоростью, и вулкан ходил после Натали. Вулкан получает баф с ульты Натали. Это хорошо. Так, и пет. Соответственно, пет стоит змея. Под бафы Рэй. Ну и все, давайте посмотрим. Сила команды 600 миллионов. Босс 9. Сейчас, если не получится 9 босса убить, я покажу, как проходился, в принципе, 8. Ну, давайте посмотрим. Может быть, с 9 повезет. Так, давайте в бой и посмотрим бой. Холора, Веса, Суицидники и два других героя. Вот так сделаем, чтобы было понятно, кто по какой скорости будет ходить. Давайте смотрим бой. Миньон с базовой атаки атакует весь задний ряд. Второй миньон. Опять задний ряд атакуют. У нас, соответственно, все производят контратаки. Айламак и Натали. Тем самым заряжается ульта у всего заднего ряда. Сейчас босс ударит по всем и передняя линия должна будет умереть. Вот она не умерла, у Весы прокнуло, здоровье уменьшилось. Она отхилила и дала нам бонус. Вот точность и увеличение атаки. У вулкана критически мало здоровья. Это плохо. Но зато есть уже щит. Все, вот он сейчас отхилился. И миньон сейчас должен будет ударить еще раз. Все, отлично. Первый раунд, в принципе, пережили. Все выжили. У всех провокация заднего ряда. То есть все сейчас будут с активного навыка бить в босса. Это отлично. Плохо то, что передняя линия не умерла. Вот, с контратаки. Мы ударили босса. У босса срабатывает контратака. И вот, собственно, умерли два героя передней линии. Все, вулкан полностью заряжен и ультует. За счет смертей двух союзников у него, возможно, еще дополнительно... Дополнительно свои усиления получил там за счет смертей. Ну и, соответственно, союзники Айламак, Фрея и Натали разультились. И немного усилили нашего вулкана. Ну все, давайте ускорим бой теперь. Возможно, этот босс жесткий. Но здесь нужно тоже с рандомом поиграть, чтобы у вулкана как раз хватало выживаемости. Сейчас еще посмотрим, как будет ульта. Босс ударил. В принципе, все герои живут. У всех полное здоровье. У всех щиты есть. И у всех заряженное здоровье. Айламак помогает с этим. Также в судьбе вулкана выбрано, чтобы давался там... Энергия заливалась. Д3 вулкан. Вот, опять Натали ходит первая. Ультует и заряжает нам еще ульту. И босс... Ага, вулкан... Атакует по всем. У него контроля нету на нем. Пет ультанул. Пет ультует. Дает бафы для четырех героев из шести в команде. У нас четыре живых. Все четыре получили бафы. Усиление урона по противнику, на котором висит яд. Вот у собственного босса висит яд. Сейчас будет... Так, ульта. Вторая. Третья. Натали сейчас опять ультует. Хорошо дает бафы. Вот, опять дали баф. И вулкан ультует. Плохо то, что на нем провокация не висит. Так бы весь урон впадил бы в босса. Даже, наверное, лучше будет, чтобы провокация все-таки висела на вулкане. И он тогда ультует... Будет ультовать только в босса. Так, базовая атака. Вот, плохо. У нас тут щиты просели. И все умерли. Плохо. Все. Не получилось. Закончить. Ладно, раз не получилось... Ну, в принципе, тактика понятна. Дошел до девятого босса. Восьмого босса я убил через эту же тактику. Сейчас я вам покажу молчаливое видео, в котором... Которое я записывал, когда проходил восьмого босса. Возможно, это будет как-то наглядно показывать. Против девятого я, конечно, попробую еще побить. Может быть, там просто должна провокация на вулкане, наверное, сработать, чтобы все ульта сходилось в одного босса, а не по всем противникам. И, возможно, за счет какого-то рандома. А получится убить босса. Но в целом, восьмого прошел. Девятого надо попытаться пройти еще. Девятого и десятого такой же билд проходила команда. Конечно, там вулкан был шестой судьбы. Там Натали пятой судьбы с прокаченной. Айламак третий. И Фрея с четвертой. И вся сила команды в 930 миллионов была. Это очень много. Да и вообще сам босс, в принципе, жесткий и очень больно бьет. Второй босс гораздо легче. Ну вот, попробуйте с такой тактикой. Возможно, получится пробить. Возможно, хватит урона. Я еще буду пытаться. А вам сейчас покажу, как проходился восьмой босс. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok